МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю вас, друзі! Наш канал представляє програму СтопКадр в студії Аніта Рашевська. Хто в силах надати допомогу, навіть швидко? Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І почуємо про цікаві історії, які продиктувало саме життя. Наприклад, такий случай був у Ленинському районі, коли при внесенні служби, вызов, оказати помощь скорой помощи. Одели наручники, в наручники зашивали вены, но на данный момент він до сих пор жив. Мент ментави є з далека, це можна так сказати. Будеш ти называти милицей, или полицейським, милицейським, це в ролі не играє. Главное, щоб ти залишався, в первую очередь, чесним, по отношению к гражданам, я не могу сказать, добрым, но справедливым. Люди шукають по світу правду і справедливість. Але якщо іноді виявляється, що правда у кожного своя, то справедливість завжди залишається незмінною. Саме про це ми поговоримо сьогодні з нашим героем. Заступником начальника управління Державної служби охорони при ОМВС України у Миколаївській області Олександром Зубом. Осінь для нашого героя – знакова пора. Саме осінню в цьому році виповнюється 20 років його служби в міліції. Це чверть життя. І яким воно було, почуємо зараз. Мені кажуть, що служба в міліції – це взагалі йде год за три. Год за три нет, але за полтора можна. Але год за полтора. Понимаєте, 20 років в міліції, 20 років носить погони. Сьогодні ви – підполковник міліції. І сьогодні у нас, телезрителі, є така замечальна можливість чуть-чуть оглянутися назад, щоб і ви, і ми з'явилися тими, які ще думають, що все прекрасно. І для вас і сьогодні все прекрасно. Олександр Саныч? Як я можу сказати, що прекрасно то, що ми зараз живемо спокійно, немає таких зберігів, як на Донбасі. Не стріляють, немає взрывів. Це може бути прекрасно. Але все остальне – це жизненно. Жизнь течет своїм руччям. Звісно, якщо я глянуся назад, то 20 років назад, після окончання інститута, військової кафедри, прийдя в міліцію, полон сил, будучи лейтенантом, інтересно було, після обучення в школі дітей, зайняться воспитанням міліціонерів, обучати їх стрільбі, рукопашному бою, займатися спортом. Ну, а, конечно, інтересно, коли в батальйоне патрульної служби, де я починував службу, більше времени уделяли спортивним соревнованиям. Была футбольна команда в батальйоне патрульної служби, виїжджали на соревнования в Очаков, районі центри Баштанка, в Николаїві проводили соревнования по СЦД «Динамо», іграли на первенство місця. Спорт отвлекал от будинних, таких событий, которые там ночью дежуришь, в дневное время занимаешься футбол, он отвлекал от вот этих событий, которые, может быть, задержання, там, доставлення в райотдели милиції. Так все не вспомнишь, но осадки бывают. Например, такой случай был в Ленинском районе, когда при несении службы вызов оказать помощь скорой помощи. Оказать помощь скорой помощи? Приезжаю на вызов, это улица Космонавтов 71, пришел с армии парень молодой, его невеста вышла замуж, он употребил спиртные напитки в неопределенном количестве и решил покончить здесь самоубийством. Что вы? Вскрыл вены и так далее. Вот закрылся на кухне и забаркадировал там врача, фельдшера, с этого. Так скорая помощь приехала к нему, да? Да, приехала к нему, но не могли зашить вены ему, почему? Потому что он не давался. Сотрудник у меня был, старшина милиции Гура, быстро его обезвредил. Так вы сначала должны были войти? Вошли, он уже был открыт, да, там. Методов входа много. Милиция знает потайные ходы, так что, друзья мои, будьте осторожны. Оказали помощь, доставили, спасли человеку жизнь. До сих пор я вот встречаю этого старшину милиции, он говорит, я этого пацанчика встречаю, он благодарит за то, что ему спас жизнь. Сначала обижался, что его там надели наручники и в наручники зашивали вены, но на данный момент он до сих пор жив. Другая семья в нём, всё нормально. Боже мой, слава Богу! Видите, вот какая у вас потрясающая веха. Говорят, что жизнь человека, она определяется его добрыми делами. И если он совершил хотя бы одно доброе дело, то это уже колоссальный плюс. А вы не только спасли человека, вы избавили его по христианским меркам от вечной смерти, Александр Александрович? Ну да, разные случаи бывают, так все не вспомнишь. После ППС перешёл в государственную службу охраны, значит, тут более ступенька выше, уже занимались... Ну и поспокойнее немножко, да? Поспокойнее в каком плане? Поспокойнее в том, что ППС общался в большей степени на улицах с контингентом... Разного? ...разного вида, да. А в охране общаются в большей степени с хозяйственниками, это банкиры, предприниматели, в магазинах охрана, ювелирные магазины, ювелиры, то есть контингент, которые приятно общаться. Я в плане того, что люди интеллигентные и делаешь что-то полезное для того, что охраняешь... Мы тоже делали полезное, подожди, Александр Александрович. Я имею в виду в плане того, что охраняешь имущество граждан от посягательств контингента, который вот... Которому плохо, когда другим хорошо. Да, можно сказать так. В охране начал службу, начиная с отдела кадров, занимался комплектованием, подбором личного состава, после чего занимался профподготовкой, тем же самым, что ППС, это обучение личного состава. То есть, в принципе, как бы вам работа знакомая, потому что там сначала в школе учили деток, потом учили милиционеров ППС. Потом перешел сюда практически. И снова учите. Да. Потом судьба меня бросила в город Вознесенск. С 2002 года до 2012 работал начальником подразделения Вознесенске. Семья там моя еще живет. И с 2012 года я уже здесь на должности замначальника управления охраны. Александр Александрович, а вот если честно, когда вы пришли работать в охрану, после патрульно-постовой службы, конечно, это очень жесткая служба, это очень беспокойная служба, но это служба, которая не позволяет тебе ни на минуту расслабиться. Придя в охрану, вы не скучали? Первое время, да. Ну, по-честному. Честно, да. Первое время я даже ездил после работы в ППС стрельбы проводить. Там тир у нас был создан, мы на базе Акима-2, где сейчас МДКЦ, был создан тир. И в охране своего тира не было, чтобы не арендовать в Динамо, мы ездили туда стрелять. И вот постоянно тянуло туда в ППС. И когда ночные проверки, проверяли наряды ГСО, дали заехать в ППС туда, для того, чтобы пообщаться с теми сотрудниками. Сейчас уже по роду службы был ППС, сотрудников те, с которыми я начинал службу, которые были моими подчинениями. Ну, это уже выросли все. Осталось единицы, с которыми так общаемся. Ну, все равно приятно встретиться, есть что вспомнить. И приятно то, что есть такие сотрудники, которые благодарят, что в нужный момент была оказана им помощь в плане становления. Это тоже приятно. Ну, как не скучать. До сих пор сейчас встречаемся с сотрудниками на футболе или на каких-то острововых смотрах. То с ППС много людей вышло и сейчас в УВД работает. Это такая хорошая школа жизни, да? Это первая ступенька, первая ступенька для шага, для становления, для карьерного роста в милиции. Почему? Потому что, начиная с ППС, ты понимаешь все азы, как... Ты видишь жизнь изнутри. Изнутри, да. Не так, как вот прикрашенная она и заламинированная, а именно та жизнь, которая есть на самом деле, и которую не все видят, даже обыкновенные люди. Это точно. Я вам скажу, те люди, которые прошли школу ППС, они достигли нормальных результатов. Фамилии я не буду называть, много людей, которые стали офицерами, руководителями, руководителями, командирами. И я так думаю, что школа ППС им очень хорошо помогла в этом. Александр Александрович, а вы знаете, интересный такой момент. Говорят, что... Вот те, кто бывали за границей, говорят, что нашего человека, вот сразу его видно. Ну, нашего всегда узнают. Даже если будут молчать, не по языку. И вот... И еще вот говорят, что милиционер милиционера, даже если они оба в штатском, они просекут собрата по профессии, даже если ничего не будут говорить. Вот по неуловимому выражению глаз, по внешности. Это правда? Что вы всегда собрата почувствуете душой? А я вам даже пример приведу. Я отдыхал в свое время в Коблево, и получилось так, что поселился на базе Черноморка, и рядом был, отдыхала семья. И подходит человек, мы друг на друга глянули, и, как вы говорите, он говорит, ты что, в милиции работаешь? Говорит, да. Говорит, это, кстати, ваш коллега, работал на Киевском канале, Николай, не помню фамилию, как... Ну, он сейчас ведет передачу, киевский, ну, на звучании на войны ВД, стагнии Александр Зуб, а вот Николай, участвую, фамилию не помню точно. Ну, вот, как вы видите, мент мента видит сдалека, это можно так сказать. И мы длительное время, вот, отдыхали, то общаемся, на данный момент тоже общаемся. Ну, это, вам сказать, вот, есть такая черта, по взгляду. Простой человек, на многие вещи, посмотрит там, на людей, там, на нарушение охраны общественного порядка по-другому. Он может развернуться, пройти. А сотрудник милиции, у него совсем другой взгляд, оценивающий раз. Второе, он может сделать замечание, это два. Ну, и третье, это по жестам, тоже можно определить работниками лиц, как вы говорите. То есть это даже, вот, понимаете, друзья мои, друг друга можно почувствовать в сердце, вот, как мы сейчас с вами, глаза в глаза, сердце в сердце. И людей по одной профессии тоже можно сразу почувствовать. Это связано, наверное, с профессиональным отложением, постоянно напряжение человека, да, и даже, когда он отдыхает, то у него все это остаются, вот эти, его поведение, жесты, мимика, это все нарабатывается с годами. Может, в начале службы друг друга еще не чувствуют, а вот, прослужив 10 и более лет, сотрудники милиции друг друга узнают задалека, как вы говорите. Александр Александрович, а вот смотрите, сейчас происходит реорганизация, ну, мир меняется, меняется жизнь, что-то новое, старое уходит, но есть всегда неизменное. Будь ты работником милиции, будь ты работником полиции, что неизменное в вашей профессии, что бы там ни, какие бы реорганизации не происходили в структуре, как вы полагаете? Я полагаю так, что то, что в жизни меняется, 2 июля принят закон украинной полиции, будешь ты называться милицией или полицейским, милиционером или полицейским, это в роли не играет. Главное, чтобы ты оставался, в первую очередь, честным, значит, по отношению к гражданам, я не могу сказать, добрым, но справедливым. Почему? Потому что разные люди попадаются. Если ты будешь честным и справедливым, значит, люди тоже чувствуют это, и независимо от того, полиция, милиция. И еще, что я могу сказать, что какие ранги ты не занимал, ты должен быть требовательным прежде всего к себе. Если будешь требовательным к себе, додерживаясь в тех же самых стереотипах справедливости, честности, то и у полиции, я думаю, вот эти критерии будут в цене. Вот это... Вы знаете, Александр Александрович, очень много в фильмах, сейчас в фильмах появилось, ну, они вот в 90-е годы особенно, о работе в милиции и всегда, чаще, часто, когда действительно наши работники милиции герои, но часто, когда совсем другая сторона, что вот в милиции... Предательство. Предательство, это безусловно, милиция, это зеркало, в котором отражается общество. Но, вот на ваш взгляд, Александр Александрович, вот человек посмотрел фильм, где негативно представлен работник милиции, и он все, все, все милиционеры, все плохие. Возразите. Возразить трудно, если по телевидению и по средствам массовой информации говорят, что милиция плохая, то доказать это нужно только своими поступками. Делом, да. Делом. Вот если ты на улице предотвратил грабеж, какое-то преступление, оказал помощь кому-то по сторонам, вот ты своими действиями вот в этом маленьком кругу среди людей ты будешь нормально выглядеть. А если по телевизору говорят, что милиция и увидели, что они там занимаются поборами, преступники, работники милиции становятся на преступный путь. Я не могу сказать, что в 90-х годах да, было, в 90-х годах много чего было. Одни люди становились на правильный путь, другие на преступный путь. Каждый выбирает свой путь, правда? Каждый выбирает свой путь. И работники милиции в то время тоже были. Они тоже люди? Ну, свойственно людям ошибаться, свойственно, он не выбрал тот путь. Может, ему надо было идти не в милиционера, а идти в другую структуру. Сразу в бандиты? Сразу в бандиты. Ну, откровенно говоря, я могу вам так, так нельзя говорить, конечно. После окончания института у нас произошло разделение. Половина ушла в милицию, половина ушла в криминальную структуру. В другую сторону, можно так сказать. И на данный момент половина этих людей уже нет, которые ушли в ту сторону. Как вы выразились, возразить тому, ну, только своими поступками, и правильностью своего поведения и своей работы. Чем меньше совершено преступлений и краж, тем лучше себя чувствуешь в плане того, что ты кому-то нужен, востребован, кому-то оказал помощь. Александр Александрович, а вот вы сказали, что нужно быть справедливым, нужно быть честным, но, сказав «добрым», вы немножко споткнулись на этом слове. То есть, доброта, она мешает? А если вдруг человек, вот он работает в милиции, и он добрый, ну, ему не повезло, добрый в милиции. Добрость в нашем обществе может показаться от слабости человека. Почему так? Может быть, в другом ракурсе где-то доброта сыграла положительную роль, но работая в милиции, не знаю, как в полиции, добрым нужно быть в одной какой-то ситуации. Постоянно добрым нельзя быть. Почему? Потому что чем больше делаешь людям добра, это по-христианским, оно тебе больше возвращается. Но в некоторых ситуациях... А по жизненным ситуациям не делать добра, не будет зла. Может быть, и так, да. Но тут очень, вы понимаете, двоякое. Так вот, вот вы добрый человек, мне так кажется. Телезрители, как вы думаете, наш герой, он, мне кажется, очень добрый человек. Иногда добрый. Бываю. Но внутри, вот вы сами по себе. Может быть. Это не мне судить. Судить должны те люди, которые меня окружают. Мне кажется, что доброта, это, понимаете, такое чувство... Ну, как в той песне, доброта должна быть с кулаками. Да. Вот так и можно сказать. Александр Александрович, а вот все-таки бывают же ситуации, когда, ну вот, вы, приходится проявлять жесткость. И вы понимаете, что проявив жесткость, вы выиграете дело, то есть дело пойдет, но вы этой жесткостью можете сломать человека. Как тогда поступать? Ну, бывают такие случаи в жизни каждого человека, а в вашей системе так это за болезнь? Ломать человека. Вот, чтобы не сломать человека. А, чтобы не сломать человека. Да. Ну, иногда проявляется, приходится проявлять жесткость в отношении даже подчиненных в том плане, чтобы он не делал больше проступков, те, которые он делал. Да, это понятно. Вы как начальник, вы должны быть жестким, должны быть строгим, должны быть очень требовательным. Но, понимаете, бывает, когда руководитель настолько жесткий, что он просто, люди ломаются, и потом восстановиться практически невозможно. Памяти таких не было. Я никому еще, пока судьбу никому не поломал. Не знаю, что будет в дальнейшем, но жесткость в отношении, жесткая дисциплина, это принцип работы. Без дисциплины милиция, полиция не сможет существовать. Почему? Потому что требовать от подчиненных элементарных вещей вовремя приходить на работу, выполнять свои функциональные обязанности. Это закон для работы государственной службы охраны и милиции в целом. Ну вот мы с вами и определили главный критерий службы. Если в криминальных структурах существует беспредел, то в милиции, в полиции существует дисциплина. Как и в любом обществе. Так точно, да. Без дисциплины никуда. Коль мы коснулись вопроса дисциплины, вы, конечно, работаете и с молодым составом, который приходит к вам. Вчерашние мальчишки сегодня одевают форму, сегодня становятся офицерами. Но, как известно, дисциплина... Вчера он был мальчишкой, а сегодня он уже офицер. И не всегда еще он может эту дисциплину держать. мальчишки. могу сказать так, сейчас много молодых парней, которые к нам приходят после института. Проблема в том, что у нас был разрыв, что не было с 2008 года призыва в армию. Те сотрудники, которые прошли военную кафедру, они более подготовлены, и у них с дисциплиной, организацией службы, контрольным занесением службы, все нормально. Тут вопросов нет, на военной кафедре их обучили. Те сотрудники, которые приходят с института, после высших учебных заведений, вот этих нужно чуть-чуть подсказывать. Но мы закрепляем наставников с более подготовленных сотрудников, офицеров, которые оказывают им помощь в установлении, и в процесс идет. Что касается молодых сотрудников, которые приходят на службу на должности милиционеров, да, контингент поменялся в плане того, что ценности, начиная с, например, с 1995 года и 2005-2015 совсем разные. То есть дети выращены уже на другом, на других истории, на других идеалах, другие приоритеты, и с ними нужно аккуратно в плане этого общаться. Как вы говорили, для того, чтобы не жестко, чтобы не сломать человека, с ними надо общаться, потому, что люди коммуникабельные, интеллект у них более развит по сравнению с тем, что было раньше. Вот дети начитаны, может, интернет дает большую степень развития им. И многие стремятся стать офицерами. Раньше это было меньше людей, которые пытались стать офицерами. Сейчас много младшего нашего состава хотят стать офицерами. То есть стимул есть. У них это может получиться, когда будет уже принят закон Украины о полиции. Охрана никуда не денется. Значит, в законопроекте предусмотрено создание полиции охороны, и в них будут все шансы стать офицерами и в дальнейшем возглавлять охрану, организовывать, учить личный состав и так далее. Александр Александрович, вы сказали, что сейчас нынешняя молодежь, она воспитана уже на других примерах, у них сместились ценности, другие приоритеты. И вы знаете, очень много сейчас говорится о свободе молодежи, о том, что мы все свободные, человек это личность, но, как мы говорили, без дисциплины никуда не деться. В истории, я могу сказать, при каждом повороте, витке, значит, есть повторение. Если идет демократия, ее не нужно путать с анархией, потому что если демократия, свобода, общения, свобода слова, то это одно, а когда анархия, неподчинение, отсутствие субординации, это совсем другое. Вот для того, чтобы это не путать, нужно создать в коллективе, в котором работает нормальная дисциплина, которая не требует там сверхъестественно там толпить асфальт или разгружать вагоны, вам требует вовремя приходить на работу и выполнять свои функциональные обязанности. Все. Молодежь, которая не понимает это, просто с ней расстаемся. Подбор идет такой, что качественный, чтобы у нас таких случаев не было. У нас еще ни одного случая за три года не было, чтобы молодой сотрудник, который пришел, был уволен или отчислен за то, что он не может нормально нести службу, ошиблись в нем подборы или как-то говорят, как раньше было, непрофессийный, непредатный. Таких людей сейчас на данный момент пытаемся воспитывать. Вы знаете, все мы люди, все мы человеки. И бывает человек очень хороший, очень ответственный работник. Ну вот ситуация так сложилась, то-се, и он попал в какую-то ситуацию, в общем, он попал в беду по своей вине, совершил какой-то проступок. И вам очень не хочется, чтобы этот человек ломался дальше. Вы ведь ему поможете? Если это раз, значит, человек совершил. Не, но если это систематически, то же мы не имеем в виду. Нормальный человек есть, каждый человек может отступиться. Я сам в своей жизни делал много ошибок, служил в армии, но находились люди, которые оказывали помощь и поставили плечо. И таким людям я даже благодарен. И если я кому-то окажу помощь, я сам буду более удовлетворен, что я оказал кому-то помощь. Это нормальное состояние работника милиции, человека, христианина, в том плане, если ты оказал кому-то помощь. Если человек споткнулся, это не означает, что его можно дальше толкать, потому что он идет по нисходящей. Ему лучше оказать помощь, дать руку помощи, вытащить из этой кабели. Я считаю, так. Надати допомогу тим, хто її потребует. В цей готовности усі роки службы в милиции и живет наш сегодняшний герой. Заступник начальника управления Державної службы охорони приема в Украине в Миколаевской области Олександр Зуб. Я, Анна Тарашевская, прощаюсь с вами. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова